Ученица 4 класса 22 лицея Варя Герасимова несколько вечеров. Из ниток делала снеговика. Девочка участница городского конкурса на лучшую новогоднюю игрушку. И сегодня она принесла работу на суд требовательного жюри. Я надувала шарик и обматывала его нитками. И ждала, когда он засохнет. Когда клей засохнул, я лопнула через дырочку шарик и вынула его аккуратно. А потом и получился такой шар. Снеговик с сюрпризом, с подсветкой, создает атмосферу праздника. Организаторы конкурса из Комитета по культуре решили, что все работы повесят на городскую елку на площади Ленина. Никто не ожидал, что учебные учреждения отнесутся к заданию серьезной. И на художественную школу, где принимали заявки, обрушится поток новогодних украшений. Сдали больше 400 работ. Основных требований к новогодней игрушке несколько. Во-первых, она должна быть большого размера, чтобы ее было заметно на новогодней елке. Во-вторых, она должна быть крепкой, сделана на совесть, чтобы ее не повредили, когда развешивали. И в-третьих, материалы, из которых игрушка должна быть выполнена, должны быть морозо- и ветроустойчивыми. Больше всего в этом году сдали игрушек в виде символа будущего года. Обезьянки. Есть вот такие мягкие, как игрушки, а есть вот такие из папье-маше. Шарики, конфеты, снеговики – игрушки классические и креативные. Из разных материалов – макарон, пластиковых стаканчиков, ниток, бумаги и даже стройматериалов. Этот пенопласт, он уже, то есть потолочная плитка, она уже продается в таком виде. Из нее лишь надо вырезать вот эту форму и придать, то есть украсить ее какими-то деталями, наклеить. Клеим эти детали, потом украсить их еще блестящими элементами, потому что игрушка должна быть выразительной и все-таки такой наглядной, привлекающей внимания. У членов жюри конкурса сложнейшая задача – выбрать победителей по пяти номинациям за самую красивую, необычную, яркую, веселую игрушку. Спор ведется жаркий, кажется, все работы достойны внимания. Те, кому подарок в номинации не достанется, ждет приятный сюрприз. И очень будет приятно, если они придут с родителями и разглядят в этой елке свою игрушку. Я думаю, они будут очень довольны, что они участвуют на таком городском конкурсе. Разместить все работы на живой зеленой красавице, увы, не получится. Выбирать решено самые яркие и запоминающиеся работы. Мне кажется, она лучше круглая форма, потому что круг лучше выделяется на елке. Их должно быть довольно много, потому что чем больше, тем красивее, мне кажется, и ярче. Чтобы она была красивее, нужно, чтобы она была расписная разными красками. Подобный конкурс проходит в областном центре впервые. Раньше украшения для елки на площади Ленина закупала администрация. К установке лесной красавицы уже приступили. Скоро работы победителей творческого состязания займут почетное место на пушистых ветках. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.